Русская община Добрыня города Бендеры уже на протяжении 15 лет объединяет братские народы, изближает нас с Россией. Русские, молдаване, украинцы, болгары. Здесь нет деления на национальности. Главное – русский дух, подчеркивает бессменный председатель общины Светлана Ануфриенко. Самое главное, что мы объединили русских людей, причем не по национальности, а русских по духу. Все мероприятия, которые мы проводим в городе и в республике, направлены на изучение русской истории, на поддержание русской культуры, русской словесности, православных традиций. Все наши конкурсы «Я люблю тебя, Россия», «Мы вместе», «Я рисую сказку», конкурсы, посвященные нашим великим поэтам, композиторам и писателям. Все это направлено на то, наше молодое поколение, помнило свои истоки. Добрыня вот уже полтора десятилетия сохраняет и развивает традиции русского народа. Укрепляет связи с Россией по всем направлениям деятельности, а также оказывает социально-правовую помощь русским гражданам в Приднестровье. Сегодняшняя дата, 15 лет, – это своеобразный итог работы за эти годы организации, а итог значимый, высоко оценимый не только соотечественникам, но и посольствам Российской Федерации. И мы не могли быть сегодня вдали от этого праздника, хотели бы поздравить общину, ее руководство, всех членов общины с этим замечательным событием. Ну и, в общем-то, засвидетельствовать, что посольство всегда было, есть и будет рядом с общиной. Двери организации открыты всегда и для всех желающих. Вот и сегодня в зале гостей и многочисленные друзья Добрыни. Сегодня мы отмечаем 15-летие русского островка, русской общины Добрыня. Это очень знаменательная дата, как для нашего города, так и для нашей республики. Сохранение русских традиций – это тоже часть работы общины. Вокальные ансамбли Добрыня и Добрынюшка – желанные гости на городских и республиканских мероприятиях. Эти коллективы в Бендерах знают и любят. Община готовит и проводит русскую масленицу, рождественские сказки, ноябрьские дни единства и летний праздник – Виват Россия. Уже стала традицией проведения конкурсов детских рисунков и творческих работ. Популяризация русской истории, литературы и культуры – это не только цель таких конкурсов, но и одна из главных задач общины. Мы ездили в Россию, недавно наши девочки побывали в Казани, также и в Москву летали. Хочу поздравить коллектив с нашим юбилеем. Я хочу пожелать, чтобы коллектив развивался, приходили новые детки к нам. У нас очень интересно, весело. Мы пробуем себя в разных жанрах, мы делаем новогодние представления, мы поем песни на разных языках. Сейчас в ансамбле «Добрыни» занимаются 12 человек. В детском коллективе около 20 талантливых и подающих надежды малышей. Сегодня они тоже празднуют свой маленький юбилей, ведь поводов для гордости у них немало. Конечно, те заслуги, которые они, в общем-то, проводят в международном плане, выезжая за пределы нашего государства, безусловно, они несут очень большую пользу, потому что через них, так же, как и через другие наши творческие коллективы, мир больше узнает о Приднестровье, о нашей культуре, о нашем народе. Представитель российского посольства преподнес общине памятные подарки, проектор и ноутбук. И пожелал, чтобы эти новинки помогали разнообразить мероприятия, проводимые русской общиной «Добрыня». Екатерина Белогрива, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.